Накануне в Грузии во время Межпарламентской Ассамблеи Православия депутат Российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны и заседание было прервано. Вечером эти же самые радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент. Грузинский президент Соломея Зурбишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в расколе страны. На своей странице в Фейсбуке она написала, что Россия враг и оккупант Грузии. Сам Гаврилов рассказал, что его пригласила сесть в кресло приглашающая сторона. Во-первых, я хорошо очень знаю Сергея Гаврилова, он член Совета Императорского Православного Палестинского Общества, который я возглавляю его. Действительно, он очень активно занимается вопросами православия, христианства, много разговаривал с Сирией. Мы работаем вместе, кстати, по этим проблемам. И то, что его единогласно избрали руководителем всей межпарламентской группы или комиссии, как угодно можно назвать, это хороший знак. Все-таки Россия действительно православная во многом страна, хотя и многоконфессиональная. И в Грузию-то, собственно, они не собирались особо лететь. Мы с Сергеем обменивались этими вопросами. Накануне? Накануне, да? Раньше, месяца полтора назад. Грузия сама настояла на том, что она готова и хочет принять. Грузия тоже православная страна, со своими традициями, замечательными храмами и так далее. И вот случилось то, что случилось. Насчет случайности и внезапности, ну, поверьте мне, такого случайно не бывает. Стоило только человеку сесть в кресло, собственно говоря, когда тебя приглашают проводить те или иные конференции в парламенте, куда садится должен руководитель всей Ассамблеи. Естественно, на это место. Не на место представителя парламента, а на место, которому дали. И через 10-15 минут взорвалась вся Грузия. Вот представьте себе, значит, на место Володина сел Крашенинников. Утрирую, конечно, спасибо Господи. Кто об этом в нашей стране будет знать, условно говорю. Ну, скандальчик, но в интернете пошумятся. Да никто не заметит потери бойца. Здесь же, на самом деле, это точно, четко продуманная комбинация. Причем удар ведь не против России. Удар против нынешнего руководства Грузии, безусловно. Скорее даже не президента. Хотя президент, она заявила, да, она заявила, что это провокация России. Ну, это президент, вы знаете, откуда она приехала, и кем она является, и кто ее рекомендовал. Это против партии, партии, которая симпатизирует нашей стране, аккуратно, правда. Вот, теперь мне только один вопрос в этой связи. Грузия сегодня, по моим данным, очень прилично, я цифры точно не буду называть, пускай Алексей Леонидович скажет, что она в счетной палате у нас сейчас. Вот, получает очень приличное пополнение бюджета за счет туризма именно из России. Вот что бы я сейчас сделал? Ребята, давайте на полгодика не поедем мы в эту Грузию, и пускай вот эта оппозиция побегает. А это правильная оппозиция? С моей точки зрения, да. Нельзя хамить и оскорблять страну и людей, тем более депутатам. Ну, нельзя хамить, друзья мои. До Абхазии кто довел? Я, что ли? Я в 92-м году был там вместе с Шойгу, между прочим. Когда спасали, да, Таврощи, Паша Крачев его увозил из Абхазии, между прочим. Кто войну начал? Мы, что ли? Поэтому здесь должна быть очень жесткая реакция в этом плане. Ну, Мит и отреагировал, собственно говоря. Что касается Грузии, ну, очень жаль. Красивая страна, великолепные люди. Лучшие грузины живут в России, на самом деле, как вы знаете. И жили. Лучшие специалисты живут и будут жить, потому что для нас они родные и близкие люди, на самом деле. Поэтому это вопрос не к православию, не к говорилу, не к парламенту. Это удар по тем, кто пытается хорошо работать с моей страной. Важное уточнение. Президент Грузии на своей странице в Фейсбуке написала, что это провокация со стороны России. И еще одно уточнение. Она обвинила и Саакашвили в том, что он как-то к этому причастен. Ну, сейчас можно обвинить кого угодно, даже Трампа. Вот. Его тоже в чем не обвиняют. На самом деле, это глупость полнейшая. Пускай госпожа президента меня не обижается. Она, видимо, плохо информирована или путает божидар с яичницей. Уж России-то зачем это нужно, поверьте мне. Что она назвала нас врагом и оккупантом? Мы никого не оккупировали в Грузии. Я же не буду рассказывать про события 2008 года. Вот, значит, прекрасно. Кто начал и кто побивал наших людей, на самом деле. Кто сбивал наши самолеты из нашего же оружия, на всякий случай. А вот откуда девушка приехала, какое гражданство у нее было до последнего времени, вот мне тоже большой вопрос. Она грузинских такой знает, у меня сомнения. Чтобы вот закончить с этой темой, официальная Москва, официальный Кремль, как должен реагировать? Уже отреагировал, назвав это провокацией и недопустимым ситуацией. МИД ответил очень жестко. Я не знаю, Дмитрий Песков что-то сказал по этому поводу, по-моему, уже тоже успел сказать. Совершенно очевидно, на самом деле. И Володин об этом совершенно правильно сказал. Другое дело, что больше ни ногой туда, нашим парламентариям, это 100%. Нечего там делать. Ну, в Кремле, вот, да, считают русофобской провокацию, прошедшую в Тбилиси. Я считаю даже не русофобской. Просто самая настоящая провокация и против России, и против нынешней партии, которая занимает ведущие позиции. Но вы не ответили, кому это выгодно в Грузии? В Грузии я не знаю, кому это выгодно. Выгодно тем, кто борется против существующей партии. Это те самые политические оппозиционные силы. Я думаю, Мишако с удовольствием лапки сейчас потирает там, известный крупный специалист. Вот, ну, и абсолютно очевидна эта работа Госдеп. Вот, я вспомню свою работу, опять же, в спецслужбах. Совершенно очевидна, потому что без американских советов, американских консультаций и согласования с послом United States в Тбилиси ничего не делается. Я знаю, что я говорю. Какая-то глобальная выгода американцам. А зачем глобальная? Вот взяли, щелкнули, а дальше шевелитесь. Американцы играют в свою игру. Точки бифрукации везде, особенно в Европе. Выгода, то есть основная цель разрушить даже те отношения, которые... Совершенно верно. У России есть Грузия. Как только пошло сближение, так вот вам, пожалуйста, получите. По прямой линии, Александр Петрович, вы там были, пожалуйста. На самом деле, хоть там разные мнения об этой прямой линии, я думаю, что это уникальный формат. И Владимир Владимирович подтвердил, что он владеет абсолютно без всяких подсказок. Он готовился. Он готовился двое суток, что очень важно. Вы знаете, ведь у нас иногда большие начальники, я тоже когда-то был большим начальником. Да вы сейчас не маленький. Но дело не в этом. Дело не во мне. Как правило, большие начальники считают, что они все уже знают. Так. Вот они знают, какая будет инфляция, дефляция, ищут дно, потом все заканчивается тюрьмой и так далее. У нас такие специалисты есть. Они все знают, им не надо ничего читать, им не надо готовиться. Они уверены в себе. Вы видели этих людей по телевидению? Путин двое суток готовился по-взрослому, по-серьезному. Каждую цифру выверял, между прочим. Это огромная интеллектуальная работа для главы государства. Он был готов. Вы мне назовите хоть одного президента в мире, из известных стран. Ну, Трампа не будем говорить, он эксцентрик. Который вот так серьезно готовился. Это, по сути, делал экзамен. С одной стороны, а с другой стороны, для меня это очень важно все-таки еще раз получить информацию, что называется, напрямую. Это же не только те вопросы, которые мы видели по ящику. Их было почти 2 миллиона. Вот даже по линии нашего ЖКХ там 28 вопросов пришли до этого. Я знаю, что президент на многие из них ответил. А Бастрыкин уже и занимается. Я вчера во время прямой линии, пока там сидел, даже пытался с некоторыми главами регионов связаться. С одним связался с Андреем Никитиной, это губернатор Новгородской области. И все сидели как на иголках. А вот мне интересно, Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета фонда ЖКХ, вы как себя чувствовали? Да я нормально себя чувствовал, потому что мне не стыдно за фонд. Мы много раз уже об этом говорили, миллион людей переселили. Да, на самом деле, я даже статистику привел. Было 15 вопросов до... Ну, те, которые не попали на прямой эфир по линии ЖКХ. В основном это дома, которые... А вам кто их прислал? Ну, как кто? Из администрации мы все получили как положено, мы же работаем, надо же реагировать. Всего 15. Причем по большинству из них уже принято решение, мы это сделали заранее, на самом деле. Но мне очень было приятно за работу, что ни одного прямого вопроса по аварийке главе государства не было задано. Это не значит, что проблема не существует, на почти миллион еще надо переселять. Но это значит, что работа ведется. Вопросы задаются там, где плохо. Вы обратили внимание, наверное. Но кроме личных вопросов, там, таких вот живых. Я бы хотел уточнить, но все-таки действительно было много вопросов и по качеству воды. Ну, все, что связано с ЖКХ, было действительно много вопросов. ЖКХ, да, но это не фонд. Это разные вещи. Я понял. Я, в принципе, спрашиваю сейчас про систему ЖКХ, так как вы имеете к ней отношение непосредственное. Скажите, как вы считаете, она эволюционирует, дрейфует, развивается? Ваша оценка в целом? Ну, во-первых, мы системно начали этой темой заниматься уже, по-моему, лет 10-12 назад. Ну, давайте вспомним начало 90-х годов. Я не хочу называть это лихими годами. Были серьезные перемены в моей стране. Менялась система, менялась строй. Вот. Но системно начали темой жилищно-коммунального хозяйства заниматься лет 10-15 назад максимум, давайте откровенно говорить. Именно системно. Это не только переселение из аварийного жилья, это не только строительство, это и управляющие компании. Самое главное, это активное включение людей в управление этим процессом. Ведь почему так много вопросов возникает? Потому что люди уже начали понимать и знать свои права. Их уже на мякине не обведешь. К сожалению, на местном уровне не всегда реагируют, мягко говоря, на их запросы и требования совершенно справедливо, поэтому уходят на президента. Это да. Цифры я не буду называть, вы их прекрасно знаете по динамике строительства, я уж много о них говорил. Кстати, более грандиозные цифры поставил президент. Сколько людей мы должны переселить. Это сопоставимо, наверное, с хрущевскими событиями 60-х годов, когда он переселил в Хрущевке. Но мы не в Хрущевке должны переселить. Другое дело, что самая больная тема, на самом деле, всей ЖКХ, кроме качества жилья, кроме того, что много людей в очередях, кроме того, что есть аварийчики, это все-таки цена. Цена за квартплату. Это рост тарифов. А это уже вопрос Минэкономики, это вопрос экономический и очень серьезный. Почему и Минстрой сейчас вынужден поставить вопрос об ограничении роста тарифов на уровне инфляции. Ну, эта команда была президентом, на всякий случай, на Совете. Владимир Владимирович у нас вообще сейчас занимается почти всем в моей стране, в том числе жилищно-коммунальным хозяйством. Хорошо или это плохо, не знаю, но для ЖКХ это хорошо. Так много никогда еще не говорилось о Донбассе. И фамилия Зеленского звучала. Мы правильно сейчас все делаем? О, Господи. А вы спросите у людей, которые там живут. А они ждут, когда мы их к себе заберем? Вот вам ответ. Слишком долго, пять лет. Затягивание процесса. Ну, я понимаю, есть минские соглашения, которые не работают, к сожалению, во многих аспектах. Смотрите, вот тоже интересная история. У меня много друзей в Украине. Я даже говорю в Украине специально, чтобы никого не обидеть. Они говорят, что Донбасс для украинского руководства отрезан на ломоте. Он им сто лет не нужен. И тогда, особенно сейчас. Они понимают прекрасно, что их не переварить. Но сказать ни Зеленский, ни даже Бойко никто этого не сможет. Потому что он сразу вылетит. Вот это первое. А второе, конечно, наличие вот этой точки, где можно постоянно обливать грязью Россию, критиковать ее за то, что мы там вмешиваемся. Там это такие сякие, как люди живут в Донбассе, кто их бомбит. Они, правда, перепутали, кто их бомбит. Для Украины это тоже очень важно. Ведь смотрите, когда все хреновенько, извините за выражение, да, с экономикой, с продовольствием, сколько людей уехало, промышленное производство практически ликвидировано в Украине. Что можно сказать людям, почему мы так плохо живем? Да вот Россия со своим Донбассом, она нам жизни не дает. Это жупел, политический жупел, который постоянно используется. Мне просто людей жалко. Это русские люди, живущие там. Первый шаг Владимир Путин сделал. Будут российские паспорта, дальше посмотрим. Я спросил, говорю, ну, Владимир Владимирович, говорю, сердце просто кровью обливается. Почему такая слабая реакция России на усиливающиеся обстрелы Донецка? Вопрос не в слабости, либо в силе. Вопрос в том, что мы хотим дать тоже новому украинскому органству шанс на то, чтобы все-таки выйти на траекторию решения проблемы, а не усугубления. На что, во-первых, мог ответить президент в этой истории? Он же не Трамп, он Путин. Разницу чувствуете? Трамп хотел бомбить Иран, а потом передумывал. Президент должен так сказать. Это первое. А второе, в чем прав президент, не потому что он президент, потому что он прав. Зеленский сейчас еще пока неполноценный президент, хотя и избранный народом. Вот как только пройдут парламентские выборы в Верховную Раду или Верховный Совет, как раньше он назывался в Украине, вот когда будет ясен политический расклад, ведь у них Верховная Рада по их законам, по Конституции имеет очень сильные полномочия, в отличие от нашей. Пускай не обижаются на меня депутаты, я сам был депутатом. И Верховного Совета, и Госдумы есть с чем сравнивать. Поэтому для него сейчас важно, конечно, он вынужден лавировать, он вынужден заниматься этой риторикой. Я, правда, честно говоря, не знаю, потому что никто в Украине не верил, что он выиграет. Все считали, что Порошенко его обыграет во втором туре. Все, с кем я разговаривал в Украине, своих близких друзей, кстати, в свое время занимавших очень высокие посты в украинском руководстве, в том числе и Приющенко, кстати, все говорили, ну какой Зеленский, вы что, шутите, что ли? Это вот получилась такая детская неожиданность, прошу прощения, КВНовская. Вот, поэтому тут сейчас трудно что-либо прогнозировать. Как вы оцениваете вообще нового президента Украины Зеленского? Внешне симпатичный молодой человек. Мне иногда его просто становится жалко. Я боюсь, что у него может быть очень тяжелая судьба. А с чем вы связываете вот такую перемену его риторики перед выборами? Он говорил, я в ноги поеду кланяться Путину, чтобы закончить войну, а сейчас как он говорит? И даже на колени опустил. Друзья мои, ну вы вот сразу, что вы никогда не избирались никуда. Ну пока нет. А я вот избирался, и в Верховный Совет, и в Государственную Думу, и меня в Счетную Палату все время избирали, назначали и снимали. Вот, ну не снимали, правда. Вот, поэтому когда ты идешь на выборы, ты должен понравиться, чтобы за тебя проголосовали даже те, кто тебе не верит. А когда ты уже приходишь к власти, приходится реагировать уже на те силы, которые есть, что называется, внутри. Вот, поэтому он вынужден доверять. Вообще-то политика. Назовите мне хоть одного, там, того же западного лидера. Кстати, может быть, за исключением Трампа, который что говорил, то и делает. Вот, почему многим это не нравится. Вот, когда слова не расходятся с делом. Это политическая риторика. Раз, и второе, он прекрасно понимает, в какой стране он живет. Мы недооценивали лет 20 к ряду, что Украину мы теряем. Черноморгин говорил об этом. Виктор Степанович говорил, я как только прочитал первую книгу Леонида Даниловича Кучмы, с которой у меня были всегда дружеские отношения личные, хорошие. И Украина, не Россия. Он тонко, аккуратно там все это нам показал. Ребята, да. А мы не поняли. А мы не поняли. Мы, как всегда, не поняли. У нас же как было? Да куда они денутся? Вместо того, чтобы работать с бывшими советскими республиками, мы думали, куда они денутся? У нас США, у нас Германия, у нас Англия, у нас Франция, давайте с ними. Вот. Вот и получили. В том числе, кстати. Мы с вами были в Сирии еще в те времена, когда Дамаск обстреливался. Мы были в Сирии, с тобой, Саша, когда наше посольство готовилось к эвакуации. Да. Помнишь встречу с Ассадом? Да. И Кананада, и я помню Ассада. Вот, как вы с ним довольно спокойно, в общем-то, разговаривали, вы ему письмо Путина передали. Это было как раз в самом начале вот этого урегулирования еще до ввода наших войск. Ничего еще не было, да. Да. А знаешь, что сыграло решающую роль, как мне представляется, для... Ну, не решающая, прошу прощения, слишком много беру сейчас, может быть, на себя. Я ведь потом передал это президенту и письменно, и устно, что называется. Помнишь, ты же был на встрече? Да. Когда я спросил у вас, ну, как продержитесь, не продержитесь, я же все-таки сам военный человек, прекрасно понимал, куда я еду и что там случилось. Он сказал удивительные слова, передайте Владимиру Владимировичу Путину, президенту России, я не Янукович и никуда из Дамаска не убегу. Вот это, конечно, президента нашего по-хорошему зацепило. Мы печатали это. Хорошо, помнишь, да? Да, мы печатали. Вот, я думаю, что это какая-то такая капелька чисто эмоциональная сработала для главы нашего государства. Не говоря уже о том, что нельзя было, конечно, после того, что мы сделали с Ливией, бросив ее, дав так называемое безвоздушное пространство, помните, да, когда на совбезе мы голоснули, нас просто обманули, равно как и с Ираком, вот, еще и Сирия, конечно, нас бы на Ближнем Востоке никто за людей не считал. Сейчас уважают даже саулиты, даже кувитяне, даже катарцы, которые в свое время посла нашего избивали, помните? Да. Сейчас задружились, уважают сильных на Ближнем Востоке. Я потом еще раз туда слетал, говорил с нашими военные на базе Хмеймин, и, вы знаете, у них там настроение такое, в общем-то, как будто они защищают дальние подступы к России. А почему, как бы, они это и делают? Это зараза международная. Слушай, ведь мы первый раз, я, по крайней мере, вот этот так называемый ИГИЛ, или как угодно его можно обзывать и называть, хотя никакого к исламу отношения не имеет. Запрещена организация в России. Да, террористическая банда, прикрывающаяся зеленым знаменем исламом. Ну, первый раз я их в живьем видел в 1994 году, эту заразу, которая чеченцев с потолоку сбила. Ты же помнишь себя построить. Да, да. Так что мы действительно защищаем свою страну, на самом-то деле. Так уж, по большому счету. То есть, тактика и стратегия в данном случае... Вопрос другой, вопрос другой. Что делать дальше? Потому что, вот, Владимир Ильич назвал цифру, у нас 500 миллиардов золотовалетный запас долларов, да? Примерно столько же сегодня нужно для того, чтобы восстановить экономику Сирии. Она просто разрушена, как Сталинград. Я понимаю, народ работящий, но там почти 2 миллиона людей уехало и не возвращаются пока. Здоровые мужики, между прочим. Я как-то сирийцам говорил, друзья мои, возьмите... Это же ваш дом. Возьмите лопату, кирку, автомат, защищайте свою землю. Чего бы вы разбежались? По всей Европе. И в Ливане там почти миллионы живет. Это первое. И второе, к сожалению, вот здесь надо договариваться, конечно, с нашими союзниками, особенно по Европе, может быть, с Францией, может быть, после Мэй что-то... Хотя Джонсон, конечно, ну ладно. Вот с Германией мы о ней не потянем. Вы же знаете позицию Евросоюза. С Китая. Китайцы от китайцев. Надо, чтобы, конечно, подключилась здесь и коммунитарная организация, и ООН для оказания помощи в Сирии. Потому что и Евросоюз, пока и Трамп заявили следующее, вы знаете, они с этой повестки не ушли. Пока там Асад, помощи мы оказывать не будем. Оказывает помощь, вы знаете, Иран, в том числе военную. Вот. Оказывает помощь Турция, но своеобразно, в той части, где им выгодно. Вот. Экономически потянуть Сирию Россия не сможет, я вам прямо скажу. Мы можем оказывать помощь, содействие, посылать наших специалистов. Но такие деньги, вы сами понимаете, это сумасшедшие деньги. Ну, это вы уже как президент императорского православного палестинского общества рассуждаете. Да, и как бывший представитель счетной богаты. Ну, очень хочется коснуться, конечно, вопроса, который Владимиру Путину тоже задали. Касаемся. На прямой линии по поводу хранения наркотиков. Он говорит, что либерализация этой статьи ни к чему. Как, во-первых, вы смотрите, может быть, все-таки нужно смягчить наказание за нее? Ну, вы имеете в виду 228 статью. Да, 228 статью. Дело ведь не в статье. И не в наказание. Вы знаете, ведь во многих европейских странах, я не беру, там, Таиланд, Турцию. Там очень жестко, с этим. Там голову отрубают. Да. Или пожизненно, и сразу. Сразу, без вопросов. Но Россия не Азия. Кто его знает? Ну, частично, географически частично. Да, но... Сейчас я уже не готов сказать, кто ему больше, Азия или Европа. Так уж между нами говорили. Вопрос не в наказании. А вопрос, за что наказывают, и кто этим занимается, и как. То, что случилось с подбросом наркотиков... Про Ивана Голунова тоже. ...за это надо бить очень жестко и жестоко. Я думаю, что... Кого и на каких этапах? Те, кто этим занимается, и те, кто этим руководит, на всякий случай. Первое решение, принято колокольцем. Я думаю, что Владимир Владимирович тоже думает, что делать дальше, потому что это, конечно, беспредел. Не знаю, как сейчас, раньше МВД это называлось сделать парашют. Подбросить что-нибудь, да и все. Можно патрон подбросить, можно наркотики. Это вот одна составляющая, почему она так встревожила большую часть наших сограждан, когда можно ни за что не прошло. Вторая часть. Вот здесь надо внимательно работать с Минздравом. Есть так называемые наркотики, которые являются единственным лекарством, которые могут дать человеку жить, выживать и просто не испытывать страшные боли. И вот если за это еще наказывать, это уже перегиб, мягко говоря, так называемое идиотское нормотворчество в реализации закона. Поэтому, я думаю, по 228 статье надо внимательно пройтись, но не по срокам захоронения и сбыт наркотиков, а именно по тем позициям, о которых я сейчас сказал. Я вообще сторонник жесткой борьбы с наркоманией. Особенно синтетические наркотики, они же не увеличиваются, на самом деле. Это уничтожение наций. Иванов, как-то, Виктор Петрович, приводил цифру, примерно трех миллионов у нас только зарегистрированных наркоманов. Это небольшая европейская страна. Более того, вспоминаю свою, опять же, предыдущую работу. Афган. 90% поставления наркотиков идет через Таджикистан в Россию, через Россию дальше. Мы-то как раз являемся страной транзита. Цепляется и здесь эта зараза. Афганистан, то вообще 90% бюджет наркотиков. Дело Голунова более или менее прояснилось. Стало понятно, что его уже отпустят. Вот какие у вас мысли были? Кто в этом замешан и зачем это все было нужно? Ну, кто замешан, пускай разбирается следователь с прокуратурой. Я надеюсь, что будет объективное расследование. Понятно, что это была не самодеятельность и не эксцесс исполнителя. Это была установка. Зная его статьи, они близки министерству строительства, кстати, ЖКХ. Ну, не оттуда, конечно, заказ пошел. Связанный с похоронными делами. Одна из самых коррумпированных тем, наряду с отходами. Засыпил за живое, решили прикрыть язык. Раньше проходило, здесь не прошло. Эксцесс исполнителя здесь уже в плане корявости работы. Извините, что я так говорю, как бывший министр, но это нигде. С одной стороны, а с другой стороны, конечно, мало кто ожидал, что будет такая неожиданная реакция на наши общественности, как и сейчас принято называть. Все думают, ну ничего, куда они денутся, проглотят и это. Не проглотили. Не проглотили. Это хороший сигнал для того, что люди умеют отставить свою точку зрения. Это не болотный вариант, это другое. Это настоящее гражданское общество. Я совершенно очевидно это говорю, искренне говорю. Другое дело, что не хотелось, чтобы потом этим воспользовались те, кому это интересно, просто в политических интересах. Владимир Путин, отвечая на вопрос, куда ведет страну банда патриотов из Единой России, среди прочего сказал вот такие слова. Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность. Мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе. И поставили страну на грань утрату суверенитета и развала, надо прямо об этом сказать. Конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность, но наверняка, если ведь это произошло, то есть и такие, которые за это ответственность должны нести. Как вы считаете, кого имел в виду Владимир Путин? Вы у него и спросите. Вы в 90-е очень много и плодотворно работали, у кого спросить, как не у вас, Сергей Вадимович? Давайте я так же отвечу, как Владимир Владимирович. Ну, обтекаем они. Ну, во-первых, насчет банда, я думаю, имеется в виду, вы помните, были джаз-бан, наверное, вот это. Ну, конечно. Хорошая попытка пошутить-ка. Нет, ну серьезно, правда. Ну, я ведь, когда стал представителем счетной палаты, Владимир Вячеслава президентом почти синхронно, после первой встречи он мне сказал, Сергей, именно так сказал, посмотри, пожалуйста, что у нас с приватизацией. Я говорю, есть. Мы в течение года провели очень серьезное исследование. Называлось оно «Итоги приватизации в России 1992-2002 год за 10 лет». Лучшие специалисты России работали и мира. Одним из научных консультантов был профессор Джозеф Стиклис, нобелевский лауреат из Соединенных Штатов Америки. Лучший специалист в области экономики. Там были все фамилии, явки, как любит говорить наш президент. Была подготовлена доклада. Без сомнения, то, как мы проводили и приватизационные процессы, особенно военно-пропрошечного комплекса и недры, то, как проходились залоговые аукционы и все остальное. К сожалению, это делалось по закону. Здесь президент был прав как юрист, когда он сказал, ну, что это делалось по закону, все. Уже закон там принимали, на самом деле. Наверное, президент имел в виду и этих людей. Но иных уж не другие уж долечи, кое-то еще трудятся, делятся. Как говорил покойно Саша Лившин, цитируя Иисуса Христа, надо делиться, помните, да? Вот они сейчас делятся. В политику не лезут, в какой-то степени построено. Но вы знаете, что я хочу сказать насчет 90-х годов? Во-первых, гражданской войны не было. Я готов поспорить с нашим президентом. Он, может быть, имел в виду Чечню? Чечня – это не гражданская война. О чем мы говорим? Какая это гражданская война? Нет, нет, вы продолжайте. Более-менее, все-таки это субъект России. Это субъект России, который от России хотели, во-первых, оторвать. Во-вторых, располагали кучу бандитов. Каждый четверг были захваты самолетов и автобусов. Я был директором ФСК, был. Я что, не помню, что ли это? Дикий авизо, банды везде. Это не гражданская война. Это не очень удачная, потому что страна была действительно в развалинах. И в экономическом, и в военном составляющем. Армия практически была, только на ноги вставала. Это была не гражданская война. Это была борьба с терроризмом. Я в чем готов поддержать президента, когда он сказал в свое время, один из первых его выступлений, самая страшная трагедия распада Советского Союза, не как политическая и экономическая системы, а как страны, что 25 миллионов русских людей оказались за бортом своей страны. Вот это трагедия. Но это не гражданская война, это беда. Я бы так назвал. Я думаю, Владимир Владимирович просто вот так, несколько эмоционально сказал, особенно когда Единую Россию бандой называли. Вам сказал, Сергей, разберись. А вы как называете Владимира Владимировича Путина? Мы, когда встречаемся, когда я был счетный Путина, мы встречались один на один, и я его называл Владимир Владимировича. Он президент страны. Надо уважать президента страны. Вот, собственно, и все. Кстати, Борис Николаевич Покойный, которого сегодня только лениво ногами не пинает, никогда на «ты» никого не называл. И ни разума там не ругался. А Путин? Не слышал. Хотя знаю, иногда бывает. Но не слышал. А не надо, он так скажет мягко, что лучше не матом вырвался. Посмотрит, мягко скажет, понятно, кирдык. Но все-таки мы говорили про Трампа, и я думаю, что есть смысл вернуться еще к этой теме, потому что действительно был отдан странный приказ Трампам об атаке Ирана, и также внезапно был отменен. Что это было, как вы считаете? Блеф. Да, он сблефовал, естественно, он прекрасно понимал, даже с его подсказчиками, там у него, правда, такие ребята своеобразные, подсказывают ему по вопросам национальной безопасности, Иран, это не Ирак, это не Ливия. Это сильнейшая армия, это сильнейший корпус страж Исламской революции, блестящие специалисты и крупнейшие диверсионно-разведывательные группы, блестяще подготовленные. В Сирии, кстати, воевали они, они спасли свое время Сирию, так уж между нами говоря. Вот. Вот 12 генералов только погибло, иранских в Сирии, мало кто почему-то эту цифру называет. Вот. Поэтому он прекрасно понимает, что не боишься. Это длиннейшая нация в мире, о чем мы говорим? Где это было США, когда уже была Великая Персия? О чем мы говорим? Все он прекрасно понимал, он блефовал. Я думаю, что и военные ему подсказали, хотя военные бывают разные. Я, кстати, приведу один пример, короткий. В свое время, когда Кеннеди тоже, значит, ему советовали лупануть по Кубе ядерным оружием, помните, карибский крейс. Вот. Он пригласил Айка Изенхаура, пятизвездочного генерала, героя войны, родиноносца, он орденом победы был награжден во время войны, вы знаете, и президент США побывал. Значит, слава Изенхауру, президенту США, Джон Кеннеди. Если вы принимаете решение о войне, никогда не слушайте военных. Я не знаю, кого послушал Трампа. Наверное, жену. Президенту, среди прочего, на прямой линии задали вопрос, стоит ли помириться с Западом. Он ответил, что мы ни с кем не ссорились, но у меня к вам вопрос другой. Стоит ли ждать разрядки вообще в отношении к Западам России? Ну, ведь все развивается волнами кондратьевскими, не только в экономике, но и в жизни. И полосы бывают сначала черные, потом белые. Это жизнь, это диалектика, на самом деле. Это раз. Второе... Сейчас черная полоса, извините. Серая. Она хуже, чем черная, потому что непонятно, куда дальше пойдет. Что касается Запада, Запад разный. Безусловно, Евросоюз и страны Европы, такие как Германия, в первую очередь, Франция, Италия, они, конечно, не заинтересованы в этих санкциях, они просто много теряют, им это не нужно. Для России им интересно и как рынок, и партнер, в хорошем смысле слова. Поэтому я на это рассчитываю. Вообще, я так понимаю, что расчет был и у нашего президента, и у меня он остается. Я считаю, что если Россия и Германия смогут работать вместе, по-взрослому, вот был бы Гермут Коль, скажем, там, я же про счет, не говорю, вообще наш человек. Был бы Гермут Коль, скажем, да, вот, канцлером ФРГ. Я думаю, по-другому бы сложилась история взаимоотношений России и Германии и отношения к США. Да, немцы и Германия, это Германия. Вот две страны, Россия и Германия, могут по-новому вести нас в структуру нового миропорядка, если угодно. Это новый был бы центр. Потому что Россия и Китай, это другая история, поверьте мне. Не кажется ли вам, что Меркель как-то очень так странно лавирует, когда общается с разными президентами? Вот когда она встречается с Владимиром Путиным, нам кажется, что разрядка с Германией, она либо уже наступила, либо совсем рядом где-то. А тут она накануне встречалась с Зеленским и вроде как его сильно поддержала. Ее даже затрясло от него. Эта политика, та самая политика, о которой вы говорили в самом начале нашего сегодняшнего интервью? Или что это? Почему она? Я думаю, да, политика. Второе, это моя версия. Зная, опять же, Владимира Владимировича достаточно давно еще в разных качествах, зная его как собеседника, он умеет убеждать. И когда они говорят с ВВ один на один, условно говоря, тем более им не надо переводчиков. Президент блестящий немецкий, вы знаете. Он просто, видимо, как-то воздействует на человека. Это не гипноз, конечно, безусловно, но это воздействие. Мы же все люди. А третье, все-таки, меня больше всего смущает, это зависимость от United States. Она, к сожалению, существует. При Коле, при Вилли, Бранте. Кстати, рекомендую всем нашим слушателям, кто знает английский или немецкий язык, почитать, я не знаю, почему не переведено на русский язык, мемору Гельмата Коли, которую он написал буквально за полтора года своей кончины. Я с Колем, кстати, три раза встречался в свое время. Где он достаточно много, в странице 40, посвятил Ангеле Меркель. И тогда вы все поймете. Он сказал правду, и очень жесткую правду. А вы не могли бы нам хотя бы какой-то спойлер? О своей воспитаннице. Но он считал, что она его предала. Она знает, что Владимира Владимировича в Питере раньше называли просто штази? Я это знаю. Я, кстати, это первый сказал, по-моему, тебе. Потому что, когда я был начальником управления КГБ, потом АФБ, потом МБ, потом МБВД в Ленинграде, я это первый раз услышал от бизнесменов. Они говорят, а что штази скажут? Я говорю, какой штази? Ну, говорят, что не знаете? Но это комплимент для разведчика. Сильная служба была. Он хорошо к этому отнесся, кстати. Да нет, это сильная служба, почему я говорю. Она из самых сильнейших в мире. Вопрос все-таки по Меркель. Вот она пообещала Зеленскому, что санкции с Россией не будут сняты. За оккупацию Крыма и Донбасса. Она, это просто ему пообещала так? Или серьезно? Ну, пока это позиция США, значит, Евросоюз. Пока. История рассудит. Что касается Донбасса и Минских соглашений, это отдельная история. Не знаю, куда мы это вырулим. Что касается Крыма, тут, ну, четко и однозначно, как сказал наш президент, тема Крыма не обсуждается больше. Даже если у нас придет, ну, естественно, когда-нибудь придет новый президент, придет, может быть, совершенно отмороженный демократ, в кавычках, конечно, отмороженный, я надеюсь. Не будет у нас президента отмороженных демократов. Вот, человек, может быть, такой совершенно прозападный, в хорошем смысле слова, вот, стремящийся, как Петр Первый, разрубить окно, войти в Европу. Ни один человек, поверьте мне, вот, меня уже не будет, запомните мои слова, ни один человек в России никогда в жизни тему Крыма в повестку дня включать не будет. Крым от России, все. Сергей Степашин заразил оптимизмом, как всегда, не только Александра Гамова и Ивана Панкина, но, я надеюсь, большинство наших радиослушателей. Главное, чтобы оптимизм не превратился в кретинизм. Спасибо большое. На здоровье. Спасибо.